Мы с вами немножечко затронули вопрос эсхатологии. И я вам сказал, что мы это предварительно его рассмотрели, с тем, чтобы потом коснуться уже непосредственно различных воззрений, которые имеют место в нашей богословской науке. Но в связи с этим возникло два вопроса, на которые надо ответить. Первый вопрос – для чего нужна нравственная жизнь? Ну, не только нравственная, а вообще правильная, праведная жизнь, если человек всё равно спасётся, но так как бы из огня? На это я могу ответить следующее. Представьте себе, что человеку предлагается какое-то колоссальное наследство, необозримое. Так, но здесь есть условия, что вы можете её получить безболезненно, если будете выполнять эти требования, а можете пройти через тяжелейшие испытания. Ну, например, будут поджаривать. Правда, совсем не убьют, но поджаривать будут. Причём какое время – это трудно сказать. Может быть, очень долгое время. Потерял сознание – облили водичкой. Опять поджаривает. Опять потерял. И так далее. Ну, сами понимаете. Когда наши представители России участвовали там в заседании где-то Европейской комиссии, что ли, по правам человека, и привезли с собой и демонстрировали кассеты, видеокассеты с записью о том, что делали над нашими солдатами в Чечне, то многие не выдерживали или закрывали глаза, затыкали уши, убегали из зала. Невозможно было смотреть. Говорят, женщины чуть ли в обморочное состояние не впадали. Ведь можно, вы знаете, учтите, что в человеке присутствует и ад, и рай. Уже давно это открыто, что в нашей голове присутствуют центры и рая, и ада. Вы, наверное, все знаете об интересном эксперименте, который проводился, например, над крысами. Вживлялся электродик в область, условно называем, рая. И показывалась ей крыса. Вот лапкой её нажимали, держали лапку. И она поняла, что если нажимать, то будут вот эти ощущения какого-то невероятного блаженства. И рядом клали самую вкусную крысиную пищу, которая есть только на свете. Так что же, чем заканчивался этот эксперимент? Крыса не ела, голодный крыс не ела эту пищу, а только нажимала лапкой. Причём нажимала до того, чтобы полностью обессиливала. И как только появлялись силы, опять нажимала эта лапка, эту точку. Опять нажимала. И в конечном счёте погибала от полного истощения. Представляете? Вот такой же есть и центр ада. Условно называем, оказывается, у нас. Есть центр ада. Он известен, известен, причём с очень глубоких времён. Ну, это, так сказать, детали не буду говорить. Я скажу, этот центр тоже известен. Это муки невыразимые. Что можно, оказывается, сделать человеком? Так вот, вопрос, к чему сводится? Даже если мы представим себе, что человек спасётся как бы из огня, как бы из огня, кто бы захотел получить это великое наследство, пройдя вот через такие муки? Я уверен, ни один человек, который только чуть-чуть испытает хотя бы зубную боль, он не согласится. Помните, я вам говорил, что когда я был в Сарове, и стою там в храме, и мне там объясняют, вот здесь, под храмом, был медпункт, зубной кабинет, а там была зона заключённых. Заключённые работали. И когда приходили в камеру и вызывали такого-то в зубной кабинет, некоторые падали в обморок сразу. Знали, что это такое. Что такое зубной кабинет. Вот теперь подумайте, подумайте, стоит ли предупредить человека о том, что с ним будет, если он будет вести здесь негодную жизнь? Помните, я приводил вам слова Исаака Сирина, поразительные слова. Остережёмся, возлюбленные. Хотя гиенна и имеет ограничения, но никто не знает, какие страдания придётся перенести там. И житие страсти – это дело, значит, очень серьёзное. Это же говорится не из каких-то чисто предположительных соображений, а говорится из знания того. Все те, кто пережили ад, а нередко человек уже здесь переживает это преддверие ада, он говорит, что это ужасно. Это ужасно. Поэтому только очень, я даже скажу так, или глупый совсем человек, безумный, или человек, не имеющий никакого опыта, каким-то детским сознанием скажет, ну и пусть, помочь через тысячу лет, а потом буду спасён. Да ты одной минуты не выдержишь, только задень нерв какой-нибудь, минуту не выдержит человек, скажем, всё, что угодно отдам, всё, что угодно сделаю, только прекратите это. Эти рассуждения о том, что, ну ничего, пострадать, а потом спасёшься, они исходят, ещё раз я вам говорю, из просто полного непонимания даже, что такое боль, или забвение, или когда человек ничего не испытывал, пусть в себе иглу под ноготь просто вставит посильнее, и потом скажет, сколько он готов терпеть. И эту пустячную, по сравнению с тем, что может быть, боль, вот в чём дело, вот о чём говорю. Поэтому, когда апостол предупреждает и говорит, что сам спасётся, но как бы из огня, ещё раз говорю, это предупреждение, предупреждение человеку, каждому разумному, вот что, оказывается, может быть. Это страшное дело. Исходя из этого, действительно можно тогда понять, как предупреждают родители, как предупреждают, мать не делай то-то и другого, предупреждают, готовы тут, не знаю, что наговорить, какие страшные вещи, лишь бы избавить, предупредить, закрыть дорогу своему ребёнку вот на этот путь, на путь страданий. Вот ситуация какова. Это можно понять? Конечно, можно понять. Бог здесь любовь. А Исаак Сирин, как видите, великолепно сказал об этом. «Остережёмся, возлюбленный, ибо не знаем, хотя гиенны ограничены, какие страдания, какие мучения придётся перенести там». Вот что я могу ответить на этот вопрос. Конечно, для глупого человека есть люди с ограниченным каким-то... А, не всё ли равно? Все будут страдать, и я. Нет, там не будешь ты вместе. Потом, когда страдают, уже всё, человек весь сосредоточен на себе. Он же ничего с кругом не видит, не слышит, когда сильные страдания. Он весь на себе сконцентрирован. Я думаю, что, учитывая эту нашу, я бы сказал, какую-то дурную психологию, эту глупость, которая присутствует, к сожалению, в нашем сознании, приходится и самому Богу даже предупреждать людей. Пойдёте в муку вечную, где будет огнеугасающий, червнеусыпающий и так далее. Ещё раз повторяю, даже если человек и спасётся в конечном счёте, то перенесение от этих страданий да избавит действительно Бог каждого. Вот так. Поэтому есть, оказывается, основания для того, чтобы уже здесь вести правильную человеческую жизнь. Слышите, христианство ведь не требует чего-то сверхъестественного, оно просто призывает человека жить правильно, не пить кислоту, не садиться на горячую сковороду, понимаете, что делать? Не ложиться спать на гвозди, воткнутые кверху. Вот что оно требует. Человек, зачем ты объедаешься? Не объедаешься, есть всё нормально. Тебе же будет хорошо. Тебе же будет хорошо. Не злословь, не завидуй, не гордись, ты же себя убиваешь. Вот что только и требует христианство. Оно требует благородной жизни, благородной, чистой жизни. И предупреждает, что если ты будешь вести себя не так, то ты себя самого ранишь, самого себя калечишь, и тебе придётся поэтому, поэтому переносить тяжелейшие мучения. Не Бог тебя будет мучить, а твой дух, соединённый с демонами-мучителями, будет страдать. Вот весь вопрос в этом. Это вот то, что... Вот почему нужна нравственная, то есть правильная человеческая жизнь. Теперь второе слово. Как могли покаяться и уверовать в аду, если у них уже не было воли? Не могут покаяться в аду. Это ошибка. Откуда это взяли? В том-то и дело, что там невозможно уже покаяться. Поздно, как мы говорим. Поскольку воля отнимается у человека, там покаяние уже исключено. Те, которые взошли к Богу, у них нет уже необходимости. Те, которые в аду, не имеют возможности покаяться. А покаяние окончательным, последним, мы можем говорить только после воскресения. То есть, когда человек вновь обретает тело, когда он вновь становится полноценным человеком. Не душа, а человек. Тогда к нему возвращаются все человеческие свойства, и в том числе воля. Воля – способность уже избрания, самоопределения своего отношения к Богу. Вот когда это может произойти. Но этому самоопределению будет в огромной степени уже способствовать не только опыт земной жизни, который теперь будет виден в истинном свете, но и опыт гигиенны. И, скажу вам, не только даже это. И это не всё. Этому самоопределению будет, мне кажется, в огромнейшей степени способствовать ещё, ещё, знаете что? Там откроется во всей ясности, во всей силе, во всей очевидности потрясающая любовь Божия. Вот что откроется. Откроется вся сила жертвы Христовой. Увидит воочию, что такое крестное страдание. Вот что увидит человек. Вы посмотрите, какое сильное впечатление на очень многих произвёл фильм Гибсона, вот это, «Страсти Христовы». Многие даже неверующие, вы, наверное, помните, как выходили, и у них интервью брали, и они все выходили просто с каким-то особым просто настроением. Этот фильм, я вам скажу, это просто слава Богу. Он очень многих заставил задуматься о том, посмотрите, что, какие страдания добровольно, добровольно перенёс, добровольно взял на себя. Это же совершенно неслыханное дело. Вопреки своему всему естеству, когда вся человечность во Христе вопияла отче, да, почему оставил меня? Если можно, доминует меня чаша сия. Всё естество, вся природа была против. Воля, если хотите, вот это сама решимость, но да будет воля твоя. Вот эта добровольность подвига, это добровольная жертва любви, это же потрясающе просто, там она откроется во всей силе. Представляете, какие факторы будут воздействовать на человека уже, а не на душу, находящуюся в аду. Вот это, видите, вот это второй раз уже мне задаётся вопрос, задаётся вопрос, видимо, здесь возникло непонимание, непонимание от того, что я говорю. не в аду возможно покаяние, нет-нет, а по воскресенье человек, приобретая волю, уже становится на путь сам, самоопределение перед лицом Бога. Вот, оказывается, что произойдёт. Человек, а не душа одна. Когда воля возвращается, говорят, святотеческие, какие высказывания, они здесь просто, они просто не необходимы тут, они не нужны. Какие отцов здесь нужны мысли? Ясно, что пока человек разлучён с телом, нет воли. Когда возвращается тело, возвращается воля. И здесь происходит окончательное самоопределение личности перед лицом Божиим. Но учитывайте, что опыт земной жизни, опыт гиенны и опыт познания любви Божьей. Три мощных могучих фактора, я не знаю даже, какому из них отдать предпочтение, вы подумайте, три мощных фактора будут способствовать человеку в чём? В самоопределении вечного своего бытия. Не Бог будет гиенну посылать кого-то. Бог насильно даже не спасает, тем более Бог не будет насильно губить ни одну личность, ни одного человека. Поэтому я говорю, что перед лицом этих трёх факторов есть все основания полагать, что, я думаю, подавляющее большинство людей, конечно, припадут к Богу. Мне кажется, просто редко найдётся, кто способен, будет перед лицом этих трёх таких мощных движущих сил отринуть Бога. Если такие будут, это будет редчайшее число. Но многие отцы предполагали, что таких не будет. Об этом пишет Исаак Сирин. Причём Исаак Сирин пишет не в этой последней даже книге о божественных тайнах и духовной жизни, в отношении которой так часто высказываются сомнения, хотя абсолютно беспочвенные с моей точки зрения. А об этом он пишет в своей книге той, по которой все отцы древности и наша Русь жила и руководствовалась, которая издана в середине XIX века. И ни один святой отец никогда, никто не высказывал ни малейшего сомнений в истинности слова Исаака Сирина. Я вам их зачитывал, по-моему, о Геенне. Помните, да? Я вам зачитывал. Слова того же Иоанна Затауста то же самое. Кто, когда, интересно, в них усомнился? Кто? Не только не усомнился, а каждое светлое Христово воскресенье сам воно зачитывается эти опять потрясающие слова. Вот так. Вот так, это в отношении этих вопросов. Вот такова ситуация. Значит, в отношении второго, ещё раз говорю, не в аду покаяния, откуда это взяли? Не в аду, а по всеобщем воскресенье. Вот когда, когда человек вновь станет человеком, а не в разделённом состоянии души и тела. Вот так, друзья мои. Хорошо. У нас с вами есть ещё один такой очень интересный и очень сложный вопрос, прямо относящийся к антропологии. Его бы надо было чуть-чуть было раньше. Я вот начал вам уже эскатологическую тематику. Но я думаю, что если даже мы с вами и немножко отложим её, а займёмся этим вопросом, вы возражать не будете. Потому что вопрос действительно очень и сложный и важный одновременно. Вопрос вот о чём. Как оценить с точки зрения учения о человеке явления такого порядка, которые связаны связаны с экстрасенсорикой, колдовством, магией, всякими заговорами, ну, всякой вот этой всячиной, с этими оккультными вещами? Как их оценить? Я думаю, что нам с вами нужно немножко поговорить. Не думайте, что я вам дам сейчас какой-то ответ всё полностью. Я выскажу только некоторые свои соображения и выскажу их по очень простой причине, друзья мои. Дело вот в чём, что, как мне кажется, вы слышите, есть вещи, когда я не говорю «мне кажется», я не крещусь, а тут, вы видите, я крещусь и говорю «кажется». То есть, уже мне начинается видение. Как мне кажется, вот та оценка, которую мы, как правило, слышим, читаем, не всегда, не всегда, очень часто она верна, но не всегда она охватывает весь круг явлений и даёт точную характеристику способностей человека. Обычно оцениваются как все эти вещи? Все такие вещи, будем говорить, выходящие за рамки нашего обычного опыта. Или это чудеса от Бога, или это дьявольские штучки, бесовщина. Вот всё. Терциум нон датур, третьего не дано. Мне кажется, что здесь всё-таки такой подход не совсем верен. Да, что чудеса от Бога могут быть, бесспорно, если есть Бог, значит, могут быть чудеса. Что могут быть действительно бесовские наваждения, никаких сомнений. Если есть бесы и есть возможность вступления человека в контакт с ними, значит, могут быть и бесовские всякие наущения и действия. Тоже бесспорно. Однако, мне кажется, есть целый ряд явлений, которые не так просто оценить, или, по крайней мере, даже речь идёт не об оценке, а о понимании причин некоторых вещей такого рода. Ну, для того, чтобы точнее обрисовать проблему, я приведу вам два-три случая. Вы мне ещё можете привести 3333, да, поэтому я немного приведу. Вот я читаю в журнале, в журнале, что в Швейцарии, например, есть человек, который обладает способностью видения, не просто видения на расстоянии, это уже вообще ни у кого не вызывает сомнений. Кстати, тоже один из фактов, видения на расстоянии, а не только видения, а ему, этому человеку, показывают, например, портрет, фотографию человека, спрашивают, где он. Случай, в частности, был описан такой. Пропал мальчик. Розыске в течение нескольких дней, может быть, даже, я уже сейчас не помню, может, недели даже, ни к чему не привели. Исчез, и всё. И вот тогда полиция, уже знали об этом человеке, обратилась к нему. Интересно отметить, что он согласился, согласился, но потребовал, во-первых, времени для себя, для того, чтобы дать ответ. И, как там описано, что ему, этому человеку, пришлось предпринять очень большие внутренние усилия, большое напряжение. Я сейчас точно не помню, но у меня осталось смутное впечатление, это было давно, я читал, что чуть ли он даже не терял в весе, настолько сильное внутреннее напряжение требовалось от него. Результат. На следующий день, как он договорился, к нему приходит, и он им прямо заявляет, этот мальчик лежит вот под тем-то мостом, глубоко запихнутый в самый-самый туда край, и заваленный там чем-то такое. Полиция идет и находит точно. Точно находит. Не думайте, что это факт какой-то уникальный, единственный, ничего подобного. Подобных фактов уже много. Вот я сказал, например, «Видни на расстоянии». Помните, может быть, вы или слышали, видели книгу Васильев, был такой, это ленинградский еще ученый, ленинградский, не петербургский, ленинградский ученый, в советское время, у него две книжки вышли, вот одна из них «Внушение, по-моему, на расстоянии» и еще что-то в этом роде, где он описывает целый ряд паразитных явлений, когда умирал человек и являлся вот кому-то, причем являлся прям точно. Таких случаев, кстати, вещественные множества. Что это значит? Мать, находящаяся в Англии в 19 столетии, видит свою дочь в Австралии, которая едет в бричке по берегу моря, океана, и вдруг ломается колесо, и бричка вместе с лошади с ней, с обрыва падает в море. Дочь гибнет. Мать вскрикивает от ужаса, виденье пропадает. Недели через две, ну, сообщение было, сами понимаете, через две там, приходит точным описанием гибели её дочери вот таким образом. Или, например, вы знаете, что такое рожа, болезнь? Это очень тяжёлая болезнь. Например, вот рожа ноги, да, всё опухает, становится красной, распухает сильно, температура 40. Вот случай, который мне рассказали, абсолютно достоверный случай. Да, врачи, ну, собирались резать, не знают, что делать. Ну, для чего резать, не знаю тоже. И подходит, это мне сама рассказывала, с ней был случай, и подходит, очень пожилая, была медсестра, и говорит, я тебя вылечу, не беспокойся ты. И она, это, медсестра, стала что-то такое произносить, надо будет ещё разочек мне спросить, ну, как следует поговорить. Да, что-то начала там говорить, ну, в общем, то, что мы называем заговоры обычно, как принято называть, так? И у неё стало буквально в течение там дня, двух или трёх стало всё проходить. Всё прошло. Всё прошло. К великому удивлению всех врачей. В народе давным-давно известно, рожу лечат только чем? Заговором и больше ничем. Никакие медицинские средства, просто не знают врачи, что делать, просто не знают и всё, нет средств. Не знают, откуда она возникает, эта болезнь. И не знают, как её лечить. Или другой случай. С одной, да, в деревне, тоже точный случай, это моя родная тётя, потому что была, да, ещё в колхозе, в овце, и вдруг напал овца какой-то, лишай. Это тяжёлое дело такое. Она не знает, что делать. какая-то ей там, говорит, вырви шерсти отсюда, клок, да, и притолк, притолк над дверью, так, топором вбей, и больше ничего, не надо, не говорить ничего, ничего, просто вбей топором. Она это сделала. Всё. Лешай прекратился. Вы ещё можете мне рассказать миллион таких случаев, каких угодно. Это просто вам к примеру. И я говорю о случаях, которые, вот эти два случая последние, с овцой и с рожей, это абсолютно достоверно, и поскольку это люди непосредственно мне сами рассказывали. То, что в журнале описано насчёт швейцарца, я нисколько не сомневаюсь в подлинности также этой истории. Я думаю, вы сами читали много подобных же вещей. Человек может сосредоточить свою внутреннюю что-то мысль и увидеть, найти, найти. Я вам рассказывал о том, как Пушкин описывает жизнь этого индейца, которому мать утром, помните, я вам говорил, они от голода уже умирают, мать встаёт утром и говорит ему, иди туда, указывает место в лесу, по признакам, там есть медведь в берлоге. Иди и убей его. Он пошёл, точно нашёл. Действительно, там берлога медведя. Убивают его, и они оказались спасёнными от голода на всю эту зиму. Что это? Что это вот индианка? Что она? Колдунья была с бесами связана? Когда вдруг точно указала место, точно, где это, ничего абсолютно не знаю. Однажды, утром, она во сне это увидела. Что это? Откровение от Бога? Или наущение дьявола? Что это, швейцарец, который, что, с демонической силой был связан? Или достиг высшей степени святости? Вот эти вот вопросы возникают. И другие случаи. Что это англичанка, которая увидела свою дочь в расстоянии? Вы знаете, эти вопросы, они стоят перед нами, и они постоянно будут на повестке дня, и к вам, к вам будут обращаться с ними. Как их оценивать? Как относиться? Я попробую вам, друзья, ответить на этот вопрос. Насколько, конечно, этот ответ будет в разумительном и правильном уж. Трудно даже и сказать сейчас. Первое, что я хочу вам сказать. Очень часто у нас какое-то подсознательное такое чувство или даже подсознательное мысль о том, что человек – это вроде как бы игрушка в руках или Бога, или дьявола. Мы никак не можем, никак не можем вспомнить, никак не можем придать значение тому, что человек – это образ Божий. Следовательно, человек по самой природе своей обладает колоссальными способностями, силами и возможностями. В человеке скрыта своего рода, знаете, такая ядерная энергия, как вот в материи, которой мы не знали, что там находится в ядре атома. Оказалось, там такая могучая сила, равная которой просто и мы здесь и не находим. Где? невидимая. Так и в человеке. Помимо вот этих внешних сил, которые физических, интеллектуальных, моральных, есть ещё у него бесспорно колоссальные силы, скрытые в нём. Они глубоко скрыты, если хотите, точно так же глубоко скрыты, как ядерные силы оказались глубоко закрытыми в материальном мире. Мне кажется, что эта аналогия вполне применима в данном случае. Почему скрыты, я надеюсь, понятно. Представьте себе, если вы сейчас унесены каждому из нас, да, то есть многим бы вдруг такие силы были даны, что бы мы сделали? Ну, мы знаем, что бы мы сделали. Мы бы расправились со всеми теми, которые с нашей точки зрения являются негодяями, преступниками, дураками, сумасшедшими и так далее. В общем, мы бы навели такой порядок, что от нашего мира не осталось бы и камня на камне. Тоже каждый бы стал бы это делать, правда? Столкновение сил. Представьте себе, ядерная война, атомная война. Что это такое? Всем понятно? Всем понятно. Вот этого и было. Вот эти способности или эти силы у человека открываются очень редко у некоторых людей. Я помню, давно-давно, ещё когда вас не было на свете, а я был, вы чувствуете, насколько я выше? Поняли теперь? Вас не было, а я был. Ну, вот тот же. Читал, читал статью, в газете начали, так сказать, кое-что писать одно время о таких любопытных фактах. Статья называлась, у меня осталось даже в памяти, эффект Розы Кулешовой. Кто такой Роза Кулешова? Это школьница, которой был лет там 10, что ли, примерно так. Отец её работал в каких-то очень секретных органах. У неё дома был сейф, там лежали документы. Да. И вот эта Розочка говорит, папа, а что у тебя тут? Ой, как интересно у тебя там. И начал рассказывать, что там у него в сейфе. Сейф закрыт, всё. Папа, с папой чуть кондрашка не случилось. ещё бы, девчонка всё там порасскажет. Жуть оказывает, но она, оказывается, не только видела сквозь эти стены сейфа. Она приходила, когда в класс, она могла рассказать со смехом, кто что сегодня покушал на завтрак, кто съел яблочко, кто пирожные, и ещё она всё видела в животике, говорит, всё вижу. Представляете? Вот что это такое. От Бога или от дьявола? Ну, при чём тут Бог или дьявол? Ну, зачем же всё мы только вот так полярно? Ещё раз повторяю, вот масса такого рода фактов свидетельствует о том, что человеческая душа, и об этом говорят святые, человеческая душа по природе прозорлива. По природе, вы слышите? Прозорлива, то есть способна видеть будущее. душа человеческая по природе способна видеть существо тварей, то есть творений. Вы слышите? По природе. Не потому, что здесь какое-то особое воздействие Божие или бесовское наваждение. Нет-нет, душа! Вы не забудьте нашу первую лекцию по антропологии, когда мы говорили об иерархическом уровне человека, что он выше всех творений Божьих. Выше по природе. Не в настоящем состоянии, когда он приложился с котом бессмысленным и уподобился им, а по природе своей он выше всех творений Божьих. Всех архангелов, серафимов, престолов и так далее. Так вот, эти, следовательно, все вот эти способности, они в человеке есть, они ему присущи, но открываются они, точнее, рождается человек с той или иной необычной способностью, редко. Но, кстати, не удивляйтесь, редко являются очень умные люди, редко рождаются великие художники, редко рождаются замечательные поэты. Вообще, вообще, всё то, что нас поражает своей гениальностью, всегда это будет очень редкое явление, совсем нечастое. И эти люди, когда вот эти ядерные, вдруг, я так их назову, способности выявляются, это тоже явление очень редкое. Кстати, у этой Розы Кулешовой потом пропала эта способность, когда она стала взрослеть, стала девушкой, исчезла. Пока она была маленькой, вот до этого периода переходного возраста она обладала этой способностью, потом исчезла эта способность, пропала. Так вот, значит, эти способности, способности видения, способности познания, они присущи человеку по природе. но они скрыты, как правило. Однако, уже с времён, как мы скажем, глубокой древности, поскольку не знаем с каких времён, поэтому глубокой, то есть там, где тьма уже, куда не досягает уже наш взор, мы тогда говорим глубокой древности, но это факт. люди научились, люди, зная об этих способностях, закрытых, присущих человеку, закрытых в нём, так нашли средства раскрытия этих способностей. Вот что интересно. Кстати, вот йога, индийская йога, является вот одним из тех методов, с помощью которого очень многие способности, вот такие таинственные способности, которые на греческом языке мы бы назвали мистическими способностями, а на латинском языке назвали бы оккультными способностями. Кстати, вы видите, одно и то же слово. Но вот сказать, что мистик какой-нибудь ещё православный там святой, ну, с трудом, скрипя, конечно, это ужасно, это нехорошо, но ещё ладно, назвали, мистик, Макарий, но сказать, что Макарий великий не мистик, а культист, мы подпрыгнем. Это что за, что за, прям, богохульство, что ли, настоящее даже, правда же? А слово одно, кажется, только на двух языках. Видите, как нужно быть осторожным со словами. Так вот, научились, есть некая практика, есть некий опыт, есть некая наука, причём она в разных народах, она присутствует, и предлагаются разные, кстати, методы даже. Во многом, правда, они принципиально, они схожи, эти методы. Но методы чего? Открытие этих внутренних способностей и сил в человеке. Я упомянул йогу, но скажу вам, что здесь йоги предупреждают, кстати, о том, что человек, не имеющий соответствующей нравственной подготовки, да не думает, не вздумает открывать эти силы. Эти силы, говорят, раздавят его. Это очень интересное предупреждение. Раздавит этого человека. Рассказывает такой случай, что один молодой йог пришёл к старому йогу и говорит, вот я могу перейти ганг по суху, как по суху. Старый йог посмотрел на него и говорит, бедный ты человек, то, что можно сделать за пол рупии, дав грибцу, так? Ты на это потратил тридцать лет. Тебе не жалко своей жизни? Молодой йог был потрясён. Верно. Представьте себе, поставить своей целью вот раскрытие вот этих сил, так сказать, чудесных сил. Йог правильно, видимо, этот йог удивительный был человек, мудрый, это старый, какой глупостью ты занимаешься, ради чего? Ты же всё равно помнёшь. Значит, он знал что-то высшее, что-то лучшее, по крайней мере, верил во что-то более высокое, чем этот йог молодой, который десятки лет потратил на это. И так, в человеке скрыты колоссальные ядерные силы. Удивляться тому, что человек может и видеть на расстоянии, и воздействовать на другого человека, и исцелять другого человека, помимо обычных терапевтических, так сказать, средств, привычных нам, удивляться этому не приходится. В человеке есть эти возможности и силы, всё это есть. По природе, вы слышите? И что уж окончательно вас убедить в этом, потому что я вижу, вы скептики и материалисты, вот кто вы. Я вам приведу уже тогда евангельский случай, после которого вы уже не сможете мне возражать. Помните, идёт Христос, толпа окружает его. Вдруг он останавливается и говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики улыбаются, смотрят, рови, рови, ты что? Да тебя все толкают. А ты говоришь, кто-то к тебе прикоснулся. Помните этот случай? Когда женщина, кровоточивающая, прикоснулась к нему, он говорит, нет, я почувствовал силу, исходящую из меня. Вы слышите? То есть, даже не он сам. Мы видим множество чудес, когда он сам творил чудеса. Так? А тут вдруг он почувствовал силу, помимо его, в данном случае, сознания и воли, силу, исшедшую из него. Любопытнейший же факт, не правда ли? Оказывается, есть возможность активного воздействия, и оно тоже всегда сопряжено. Это активное воздействие всегда сопряжено с чем? С потерей, с огромной энергией. Это не просто, знаете ли, вот, как в сказках, прикоснулся и всё, без всякого усилия, ничего подобного. Каждое, даже чудо, божественное чудо, сопряжено с чем? С большими усилиями со стороны человека. С большими усилиями, внутренними, духовными усилиями. Вот, оказывается, что? Вот этот случай с кровоточивой свидетельствует об этом, когда Христос прямо сказал «Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это очень интересный факт, на который мы должны с вами обратить внимание. Не просто так совершаются чудеса. Это не какой-то факир, который сидит себе, да, или какой-то гипнотизёр. Кстати, и гипнотизёру требуется напряжение. Одним словом, эти силы требуют от человека усилий, для того, чтобы они воздействовали на что-то. так вот, я хочу теперь сделать некий, некий, так сказать, вывод, подвести некий итог. Помните вы слова Евангелия? «Можно войти во двор овчий, говорит он, дверями, а можно прилезть инде, помните, такое слово там, инде, инуди, то есть, перелезть через забор. И он называет этого человека, который перелезает через забор, вором и разбойником». Ну, правильно, только вор перелезает через забор. Он должен спрятаться, он прячется, он хочет украсть. Оказывается, доступ к этим силам человеческим может быть различным. Доступ. И их три этих возможности. Первая, о которой сейчас я говорил, когда человек вдруг рождается с этим, у него открыта вот эта форточка. Форточка. Не все окна открыты. С этим ни один человек не рождается. Есть гении, у которых действительно окажется множество, когда открыто форточек. Вон, Хомяков, я не знаю, в чём он только не был гениален. Кажется, во всём. Это потрясающе. Но это редчайшее явление. Большей частью человека открыто, когда мы говорим гениальный человек, вот, какая-то одна, две, может быть, три форточки. И мы все поражаемся. Боже мой! Это же гений! Рождается человек. Итак, первый путь, когда человек рождается с этой открытой форточкой, вот с этими особыми, вот как сказать, мистическими или оккультными способностями. Ну-ка, ни то, ни другое, пожалуй, не подходит. Мне кажется, не то и другое. С этими таинственными способностями. Зачем нам иностранные языки? Правда же? Что мы, греки или латиняне несчастные? У нас есть свои слова. С какими-то действительно таинственными вот этими способностями и силами рождается человек. Так, первое. Второе, о котором говорит вся история христианства. Причём говорит с такой силой, приводя такое колоссальное количество фактов, что не остаётся никаких сомнений. О чём она говорит? При правильной человеческой жизни, вы знаете, что такое духовная жизнь? Правильная? Это правильная человеческая жизнь, и больше ничего. Просто правильная жизнь. По-человечески, когда живёт человек, на аскетическом языке это называется правильная духовная жизнь. Так вот, когда человек живёт по-человечески, то постепенно, постепенно он исцеляется от множества вот тех язв, которые в нём есть. С одной стороны, с которыми он родился, родился, получив от своих родителей дедов и прадедов. Может быть, прапрадедов ещё, как в Библии написано, до третьего, четвёртого рода. Так? Эти язвы, эти болезни. С другой стороны, свои личные. Ведь мы себя каждый день только и знаем. Колем, режем, щипаем, бьём и чего только не делаем своей бедной душой. Просто издеваемся и считаем, что мы получаем от этого наслаждение. Помните, как где-то у Пушкина кажется, всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждением. Вот мы и занимаемся этим. Так вот, при правильной человеческой жизни происходит постепенное исцеление, исцеление души. И вот это исцеление, так, оно приводит к тому, о чём пишет Антоний Великий, что мы соединяемся постепенно с Духом Божьим. Помните первоначальное тварное состояние человека. Он не сам по себе есть, а он соединён с Богом был. Нет ничего отдельно существующего, напоминаю вам, друзья мои, нет ничего отдельно существующего, и сам сатана не мог бы существовать, если бы его не поддерживала вот эта бытийная, то есть сохраняющая бытие, бытийная благодать. всё по природе, по природе боготварно, то есть энергии божественной присутствуют всегда и во всём. Так вот, в данном случае, при правильной, значит, человеческой жизни, при правильной духовной жизни происходит уже восстановление, оздоровление, я бы сказал, человеческого естества, и начинают постепенно всё с большей силой проявляться в нём его изначальные нормальные природные свойства и способности. Святые во время молитвы часто поднимались на некоторое расстояние от земли, на воздух. Помните, он Зосима видел, как Мария Египетская приподнялась, он прям в ужасе даже упал. Приподнялась на локоть от земли. Это явление, об этом явлении пишут очень часто, очень многих святых это было. Вот. И здесь, здесь, поскольку эта жизнь правильная, духовная жизнь, то есть человек, всё более познавая себя, приходит всё большему смирению, то по мере этого смирения в нём открываются и всё большие силы. Поэтому, как правило, святые, достигавшие глубины этого смирения, как правило, могли творить, как мы говорим, большие чудеса. Чудеса могли творить. Например, мог изгнать беса, без отчитывания, естественно. Мог изгнать просто силу и молитвы, мог исцелять болезни, мог предвидеть действительно события. многое творить, многие чудеса. Но, кстати, скажу вам тоже, не безинтересно, далеко не всё. И святым открывалось далеко не всё. Редко кому из святых, кстати, редко, кстати, открывалось, например, время его кончины. Очень редко. Причина неполезна. это связывает нашу волю. Вы, соседи, кто-то из нас будет знать, что он завтра умрёт. Как свяжет всю его деятельность. Всё. Нарушается боля, нарушается, то есть, свобода человека. Даже редко кому из святых открывался день кончины. Но, в данном случае, вам понятна моя мысль, что при правильной духовной жизни по мере приобретения человеком смирения и происходящим освящения человека, восстановления того единства человеческой природы с божеством, с Богом, в человеке эти его природные, слышите, его природные свойства начинают всё с большей силой освобождаться от тяготы этой дебилости. И он приобретает эти способности. мы удивляемся, как, смотрите, сказал действительно так ведь. Надо же, исцеляет, надо то-то. Это естественное, оказывается, по природе присущее человеку. Но обращаю опять ваше внимание, чтобы не было ошибки. Что значит по природе присуще человеку? Напоминаю вам, по природе человек соединён с божеством. Не забудьте это. Здесь всё происходит восстановление вот этого нормального единства человеческой природы с Богом. Ибо изначально человек именно таков. Если хотите, выражусь с маленькой буквы, конечно, богочеловечен человек, а не просто человек. как и вся тварь, всё, всё, что существует, всё боготварно. Нет твари, отделённой от Бога. Бог есть и называется природой всего существующего. Природой, то есть основой. Понятно? Так вот, и здесь мы не удивляемся, но я вам, кажется, говорю, вещи элементарные, что святые творят чудеса, и тогда всё понятно. Нет-нет, я объясняю механизм, почему это происходит. Возвращаются его свойства Богу, сданные свойства природы. Это вот ещё один путь. Есть и третий, как я вам сказал, уже издревле. Издревле люди, увлечённые честолюбием, чеславием, простую, мы, скажем, если мягко сказать, любознательностью, на самом деле любопытством, вот этой страстностью, вот это любопытство и власти над миром, над природой, над чем угодно. Уже издревле нашли пути раскрытия в себе этих сил, этих ядерных сил. Нашли пути, есть, оказывается, возможность пролезть туда Индия, через забор. то, о чём я вам говорил о христианском пути, это вход царский, это вход дверями, это вход приглашённого гостя, которого встречают, а можно через забор. Есть, то есть, воровской путь проникновения туда. Вот этот воровской путь, он связан с чем? Вот то, что мы называем колдовством, магией, когда вступает даже в прямой контакт с духами зла, просто сознательно ищут этого контакта, находят его. Оказывается, здесь тоже есть возможность раскрытия этих сил. Оказывается, есть возможность, слышите? Есть. Это беда для человека. Я вам помните, говорил, как умер один колдун, которого отказывались даже хоронить, когда у него язык выпал чуть ли не на полметра изо рта и невозможно было туда его запихнуть. Это отвратительнейшее зрелище было. Оказывается, есть вот этот путь Индия. Это действительно бесовщина. Это действительно страшное дело. Это действительно то, от чего надо бежать всячески. Всячески. Кстати, к этому очень близок путь отчитывания вступать в контакт с духами зла запрещает вся святоотеческая мысль. Вы слышите? Запрещает категорически. Никаких сознательных контактов не должно быть. Отчитывание прямо идёт по этому пути. Напрямик идёт. Кроме церковных таинств, которые учреждены церковью, не смей отклоняться. Знаете, как вот я вам говорил болото, гать? Только по гате можно идти, по повальным этим деревьям, которые заполнили до дна. Ни вправо, ни влево нельзя отступать. Вот заклинательная молитва при крещении. Всё. Не отступи. Не возмни о себе, что ты можешь сделать что-то иное. Иначе погибнешь сам и погубишь других. Вот. И, значит, возвращаюсь. этот путь совершенно ясен. Ясен. Возвращаюсь опять к тому, что человек вот третий это, человек по природе обладает силами и способностями этими. Как относиться к ним, к этим способностям? Что здесь сопряжено для человека? Друзья мои, это самый, наконец, очень такой важный вопрос. Первые два, более-менее ясно. Вот здесь. Почему церковь с такой осторожностью и большей частью даже запрещает пользоваться вот и этими, кажется, естественными способностями? В чём дело? Причина вот, друзья мои, какая. Напоминаю опять вам мысль Антония Великого, что, оказывается, мы можем в своей жизни соединяться не только с Духом Божьим, но и с духами зла, демонами мучителя. Мучитель. Дело в том, что, как правило, человеку, у которого открываются вот такие силы и способности естественным порядком, этому человеку трудно удержаться на почве христианского отношения к этому. Вы слышите? Трудно сохранить смирение, очень легко впасть напротив в тщеславие, трудно остаться нормальным человеком, не ступить на путь, на путь, если хотите, противный Богу. Как правило, ведь люди, обладающие этим, очень часто они заражаются, посмотрите, сребролюбием, тщеславием. Вот это тоже отчитывание, посмотрите. Собирают гор людей, массу людей. Где это? Какой святой? Покажите в истории. Кто собирал? Какой святой? Найдите. Знаете хотя бы одного такого? Нет. Так ну что же, против церкви действует? Этого не видят. Зато идут потоки денег и славы. Это очень большая опасность. Поэтому мы видим, что чаще вот эти способности определяются у детей, но потом прекращаются. И понятно, по каким причинам. Понятно уже, по каким причинам. Опасно дальше. Когда же мы видим, это сохраняется у взрослых, то здесь мы тоже видим, что, как правило, они сопрягаются уже с тем, что человек невольно соединяется с духами тщеславия, самомнение, превозношение и так далее. Всяким вещами. Вот по какой причине церковь, святые отцы запрещают обращаться к ним. Ну, понятно, по каким причинам? Чтобы не заразиться этими духами, не воспользоваться силой бесовской для исцеления, для познания и так далее. Понятно? Вот по какой причине запрещено это. Вот по какой. Есть, возможно, возможно, есть случаи, когда люди очень, может быть, простые, у которых нет никакой мысли ни о тщеславии там, ни о чём-нибудь другом, у которых просто это открылось и всё. Возможно, что это и ничего, то есть ничего не таит себя страшно, но это редкое явление. Большей частью человек обязательно начинает мнить о себе, о своих способностях, начинает пользоваться этими вещами совсем не по воле Божией, если хотите, не на христианских началах жизни, не связанных со смирением, а начинает им пользоваться по-человечески, по-мирски, то есть по тому пути, на котором соединяемся с духами зла. Обращаю ещё ваше внимание. Посмотрите, какие поразительные чудеса творил Господь. И почти каждый раз, очень часто, что мы видим, никому не рассказываем. Никому не говори. Посмотрите, воскрешает дочь Аира, никому не рассказывайте. Прокажённого никому не говори. Тот, конечно, тут же разгласил сюда, так Христос даже не пошёл сюда уже. Почему? Там начнётся ажиотаж. Понимаете, в чём дело? Ажиотаж начнётся. Исцеляет беса, никому не рассказывайте. Ещё бы все ринутся к нему. Толпы! Да. Каждый добродетель целоглубоко, целомудренно. И это является одним из самых главных показателей, где мы соприкасаемся с чудом Божьим, а где с противоположным духом. Я вот постоянно возвращаюсь к этому отчитыванию. Собираю толпы. Какой тут никому не рассказывайте! Мы фильмы будем взять, посмотрите! Вот что происходит точно противоположное Христу, самому даже Христу, который творил потрясающие чудеса, вплоть до воскрешения из мёртвого, и говорил никому не рассказывайте. Вот критерий, по крайней мере, один из очень важных критериев, по которому мы можем судить, что с чем мы соприкасаемся здесь, с Богом или с дьяволом, куда склоняется этот человек, который имеет даже эти способности, куда он склоняется. Но, повторяю вам, что могут быть случаи, вот как мне кажется, вот тоже швейцарский, вот этот ясновидящий, он, судя по той статье, он сам не пользовался этим, к нему обращаясь в исключительных случаях. И тогда только он с большим усилием, так сказать, помогал, помогал той же полиции или помогал людям. Я думаю, что здесь естественная человеческая способность. И он, возможно, не был здесь заражён вот тем духом демонизма, вот это тщеславие, или искание богатства, искание славы, возможно, что этого не было. И я не думаю, что в таком случае было грешно к нему обратиться. Мне так кажется, что здесь он узнавал не силою бесовскую, слышите, и не каким-то откровением Божиим, слышите. Он называл почему? у него была открыта эта форточка. И очень возможно, что он не загрязнил её вот этим тщеславием и прочими всякими греховными вещами. Но, повторяю ещё раз, очень это трудно человеку сохраниться бывает, когда у него открываются подобного рода вещи. Поэтому в Арсенофе Великий говорит, к врачам можно обращаться, а ко всяким колдунам, знахарям и прочее нет. Понятно, почему. Ну, вы всё поняли? Всё поняли. Кому сейчас побежите? Всё ясно, к кому. всё всё Продолжение следует...